Сегодня исполнилось 100 лет с дня рождения Михаила Швейцера, гадающегося кинорежиссёра, о котором говорят, что в его жизни было две страсти. Жена и соавтор София Милькина и классическая проза. Его фильмография – это внушительный список экранизаций. Одной из первых был «Тугой узел» – фильм по повести Владимира Тентрикова. Партийные деятели тогда и скромсали картину, а из автора просто душу вынули. Эту работу режиссёр подытожил так. «Всё, что я мог сказать о рабочем классе и крестьянстве, я уже сказал. Больше мне сказать об этом нечего». И он переключился на русскую классику. Потом вспоминал, что именно с фильма «Воскресенье» по Толстому встал на путь серьёзной работы, настоящего дела. Ну как заснуть в метель, которая так жалобно и так протяжно стонет. Когда я к нему приходил домой, я ошарашен был. Он мог читать Багрицкого, Маяковского, Чехова, Достоевского. Всё, что связано с русской литературой, великой русской литературой. Я уж не говорю Пушкин, я уж не говорю Лермонтов. Это его стихия. Но великий энциклопедист. «Работа как происходила? У него дома чаще всего это было. Оговаривалось, про что это всё будет. А потом на съёмочной площадке он просто очень внимательно смотрел, что я делаю. И очень была осторожная... Какая ректура? Очень осторожная». Мы когда с Михаилом Абрамовичем говорили, что такое Чичиков, что такое Чичиков вообще-то? Он мне всё время говорил об одном, что, Саша, что Чичиков – это средние руки человека. Ну, как у Гоголя, средние руки. Откуда такое мышление, придумать купить мёртвые души и за счёт этого разбогатеть, – это Россия. Тут ничего не сделаешь. И, ну, вот, можете себе представить, первый бизнесмен такой. Я знаю, что во мне есть Чичиков, неубиенный Чичиков. Потому что, не потому что надо обманывать, не потому что надо хитрить, а потому что это единственная возможность и интересно пожить. Я очень хорошо помню, как он показывал Смухтуновскому «Скупого рыцаря», монолог «Скупого рыцаря». У него такая кофточка была, уж видите, такая вязаная прическа такая. Он, в общем, и внешне как-то подходил к этому персонажу. И Смухтуновский совершенно заворожённо смотрел на этот показ. Потом говорит, «Да, я попробую». Выходил, начинал этот монолог. «Михаил Абрамович, ещё раз, пожалуйста, покажите». И как школьник он вот запоминал эти краски, интонации. «Я царствую!» Ну, кто во след за мной приимет власть над нею? Он всегда тебя слышал. Слушал и слышал. Он всегда был бесконечно открыт для тебя. И было полное ощущение, что ты вот находишься как в люльке. Тебе удобно, тебе комфортно, тебе как бы ничто не мешает на съёмке. Что касается «Мёртвых душ», тоже было абсолютно любопытно. Мы сначала поговорили, а потом были некие пробы. А я уже тогда знал какие-то монологи. Ну, я стал просто бормотать, так сказать, про себя немножко вслух. Вдруг стремительно вошёл Михаил Абрамович, улыбаясь, и спросил, «Саша, а вот вы можете вот как сейчас вы бормотали вот это зафиксировать?» Чего ждёшь ты от меня? Что я должен сделать для тебя, Русь? Если так прийти на съёмочную площадку к Швейцеру, то не скажешь, кто тут режиссёр. На других площадках сразу это заметно, понятно, вокруг. Тут свой стул, свой халуй обязательно какой-то рядом. Вот этого в Швейцере ничего не было. И он был добрый, тихий, не кричащий человек. Он позвонил и сказал, «Наташа, я хочу, чтобы ты играла Дону Анну». У меня была очень сложная сцена с Володей Высоцким очень сложная. И он сказал, «Ты знаешь, вот я сейчас скажу мотор, и ты играй. Вот всё, что накипело, всё, что ты чувствуешь, всё, что тебе хотелось бы, вот будет вариантов три, да, десять, десять. Стоп, скажешь сама». Это был единственный раз. Я Дон Куан! И я тебя люблю! У него было замечательное компание, у Михаила Абрамовича. Приходишь к нему домой и, в общем, одни и те же лица всегда. Александр Сергеевич, Антон Павлович, Лев Николаевич, Фёдор Михайлович, Владимир Владимирович, только Майловский.